Поднимаемся, мы часов 5 утра, покушали и пошли в лес потиху. Идем пешочком, на 6, бывает, если что, на 10 километров. Чтобы пару ведерок хотя бы принести, ну, как говорится, как здесь работа у нас проблематична. Чтобы поесть было, коммунальное оплатить, жена тоже инвалид, слепая, и вот так и выживать приходится. Другого выхода у нас нету. Такого, как зимой могу одни только макароны себе позволить и все. Больше ничего, никакой пищи. Вот, смотри, как они сидели красиво. Вот тоже красиво, бачу, три штуки сразу. На одну пенсию мы не проживем никак, он не работает, кажется, коммунальные услуги надо оплачивать. Это, мне кажется, не хватает. Так мы продадим грибы, ягоды, вот, коммунальные оплотим, есть и купим, там отложим деньги, тем более, что сейчас дрова надо куплять, так надо тоже деньги отлаживать. Вот, а так лес для нас это самая, кажется, обеспечивая, самая кормилец нас. Смотри, какая красота. Это радость, пройтись по лесу. Вот такой насобиратель, продаж эти грибы. Как говорится, я их не любитель, но их что-то приятно собирать. И потом, когда люди покупают и все еще благодарные потом приезжают и еще раз говорят, у тебя вкусные грибы, еще у тебя куплю. Вот это вот приятно от людей слышать. Маленькие, ну ладно уже, срыжем. Все, маленькие закрываем, чтобы никто не видел. О, вот это лисичка. Александру Егоровичу хотела сказать, что по совести, по-человечески, чтобы людям разрешили продавать гриба на трассе. Потому что нас уже съедают полностью на этой трассе. Нельзя ни на кусок хлеба заробить, что-то такое. Райсполком. Райсполком Рейского района. Да еще. И председатель сельского совета Дачко Наталья Михайловна. Полностью вот гоняют, даже вот не может ничего с нами вот такого поделать. Милицию вызывает, исполком этот, чтобы мы только не торговали. И штрафами большими глушат. За что? Не хотят людям дать заработать. Понимаете? Вот такая обида, да, бери на их, что ты восемь, а ты человек трудишься. За лето себя обеспечиваем на год. Конечно. А что делать простым людям? Смертники простые. Так, а что пенсия? Разве пенсия будет содержать? Разве то пенсия? Меддом сиплется, а вдова. Мне надо забор ставить. Вот весь посыпался. Крыша вообще уже на дырках. Надо сделать крышу. Вот и сижу, сейчас продаю грибы. Это может любое время приехать телесовет, вот так на телефон сфотографировать. И потом через несколько дней придет мне штраф. Это нереально заплатить. Как говорится, как они раньше еще давали штрафы, да, я за день мог этот штраф платить. Так и поэтому они вот и не хотят делать вот такое, чтобы торговые места, чтобы вот такое, допустим, там как на рынке 10 или 20 рублей этих, заплатишь за место, сидишь и торгуешь спокойно. Им же выгоднее 400 или 3 миллиона с чем-то забрать с людей, чтобы такого по мелочи за место платить. Приехала райпо, сдалась в магазин. Приемника до сих пор нету. Ни ягод, ни грибов. Никто не принимает. Вдоль дороги стоят грибы и ягоды. Ездит машин и сколько выбросов. Если вы изучали законодательство, то оно видно, какое должно быть торговое место. Оно должно быть оборудовано всем. Асфальтное покрытие, подъезд, подключена вода и все другое. У нас такого не оборудовано. К вам подходили все такие, которые, как говорится, незаконно послушны. Мы согласны налоги платить. Вот как в городах, там за место 10-15 тысяч. Каждый день по 10-15 тысяч мы согласны их оплатить. Только скажите куда. Но нас не хочет слышать. Понимаете? Не хочет. Нас не слышать. Оно comes from around to the Оui. Я желаю, как times. Ну, только могу придираться. Нас не может видеть. Мне бы Edit.